это вход во дворец принца принц здесь живет и сожалению это место закрыто сейчас для посещения но здесь есть другие замечательные места где можно посетить а это сейчас одна из больших площадей монако очень прикольно долго бьет набат колокола и он так распространяется среди гол жалко что не могу передать запахи которые здесь от цветения разных цветов причем это не лето сейчас зима и зимой это выглядит так блин сюда есть мысль приехать очень красиво а а а и 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 Вот. 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 Государство, конечно, Монако очень маленькое княжество. И если вдруг у него будут проблемы, я думаю, вот здесь лежит весь арсенал этого княжества. И если уж на то пошло, отстреляться им точно хватит. Учитывая то, что они находятся на горе, тут запас такой на дне два точно есть. Так, и сейчас мы находимся на краю площади, там, где находится замок Принца Альберта. И отсюда вид на бухту. Если не ошибаюсь, она называется бухта Монегаск. И сюда приплывают все самые дорогие яхты. Если в мире существует какая-то дорогая яхта, то она обязательно здесь была. Иначе нет смысла. Это одно из таких крупных мест, куда валиваются миллионы евро для того, чтобы построить шикарную яхту, приехать и заявить о себе. Эта бухта одна из таких бухт. Сейчас посмотрим, какое меню в ассортименте стоит сейчас. Ну, сегодня как бы не сезон, мы должны понимать, что сейчас зима. И вот это, скорее всего, яхточки местных ребят, которые здесь рыбачат. Ну, и две яхточки, которые сюда пришли. Например, Дильбарс Алишера Усманова. Вот она, красавица, стоит. И рядышком с ней вот эта вот, которая поменьше яхточка. Вот она. Это яхта самого Принца. Леди Моры называется. И Дильбарс. Красивые яхточки. Так что сегодня не многолюдно, скажем так. Но все равно посмотреть есть на что. Ну, давайте пробежимся немножко по ценам. Любая из кепочек с названием Monaco вот такого формата будет стоить 12-15 евро. Любой магнитик вот такого формата будет стоить от 4 до 6 евро. Сумка примерно 15-20 евро с названием Monaco. Детская одежда. Любая. Комплект 15 евро. Любая майка для взрослого 15 евро. То есть по ценам, дорого или дешево, это другой разговор. Но по ценам то же самое, что везде в Европе здесь цена точно такая же. Соответственно, подойдем к меню. Среднее меню здесь на человека будет 12 евро. Можно. Но это будет второе без напитков. С напитками будет в районе 20 евро. И прайс, на который надо рассчитывать 15-25 евро перекусить на человека. Разумеется, это очень дорогая точка. Это очень дорогое место. Если вы выйдете из Монако, а на это уйдет минут 30. Все будет дешевле. Что касаемо связи, надо понимать, что телефон, интернет и все остальное, это очень дорого. Но, опять же, надо потерпеть пару-тройку часов, выехать во Францию или Италию. Это буквально рядышком. Полчаса, час больше не займет. И там уже все будет толково. Пользоваться слугами мобильных операторов здесь очень дорого. Соблюдая вот эти несложные правила, здесь очень круто и просто стоит приехать с вашей семьей. Почему нет? Погуляем немножко по Монако. Просто погуляем. Прикольно мне, например, понравилась такая фишка, что наша ментальность такова, что мы все время ругаем, например, то, что наши священники ездят на хороших машинах. Ну, в России, в подсоветском пространстве. Здесь священники едут на Харли. Никого это абсолютно не смущает. И всем просто по барабану. Я заметил, что в Монако есть одно такое правило. Не мешай ближнему своему. Если ты не мешаешь, то можно нарушать все правила абсолютно. Есть такое незаконное, неформальное правило, что если тебе хорошо, ты не мешаешь другому. Живешь сам, давай жить другому. И как только ты попытаешься сделать что-то в отношении другого плохо, будет моментальная реакция. Полиции, общества, случайного прохожего и так далее. Поэтому законы здесь строгие, но здесь абсолютно все разрешено. Священники могут ездить на Харлях, никаких проблем с этим ни у кого не возникает. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Если есть какие-нибудь райские места на земле, ну, уголочки нашего земного шара, то Монако, безусловно, одно из таких мест. Здесь первое, что мне поразило, это соцветствие запахов. Здесь делают парфюм неподалеку отсюда. Я понимаю, почему его делают. Потому что то количество цветов, то количество ароматов, которые здесь есть. Я буквально прохожу 10 метров, но это неописуемо. У тебя настроения меняются. И они то сладкие, то сильные, то агрессивные, то эмоциональные. Здесь все виды запахов. Вот. Что касаемо видов, вы понимаете, что это горы. И с самой высокой точки это один вид, ниже это другой, еще ниже это третий. Помимо этого климаты. Здесь есть такой климат, что внизу он один, но уровень влажности, уровень ветра, звуков, чем выше, тем он меняется. И поэтому, пока ты с верхней точки до нижней идешь, ты попадаешь и в соцветия видов, растений, симфонию запахов, ароматов. И вот эта палитра, она постоянно меняет, наполняет тебя, и от этого настроение твое, она просто суперская, просто кайфовая. Сейчас вечером я просто гуляю по Монако. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, по старой доброй традиции надо кинуть монетку через левое плечо для того, чтобы обязательно сюда вернуться. Потому что место действительно волшебное, и если вы будете в Монако, посетите его обязательно. Ну а на сегодня все, и до следующих путешествий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА